Продолжая тему создания видео с помощью нейросети, сегодня о сервисе Tapas Video AI. В первую очередь Tapas используется для улучшения видеоизображений с помощью нейросети. Хотя, наверное, и во вторую. Да и в третью используется для этого. На сайте они показывают вот такой результат. И, честно говоря, это похоже на правду. Он действительно примерно так вытягивает убитое видео. Это программа, то есть нужно скачивать. Работает под Windows и Mac. К сожалению, платная. Но для тех, кто занимается видеопродакшеном, это недорого. А если для дома для семьи, вы знаете, где взять. При запуске выглядит вот так. Закидываем видео. Это генерировала нейросеть. В предыдущем видео я рассказывал, как генерировать видео с помощью Runway. Ссылка в описании. Но там увеличить разрешение можно только на платном тарифе. Причем на это еще и кредиты тратятся. Поэтому я и наткнулся на Tapas. Собственно, на мой взгляд, главное, что он делает, это увеличение разрешения и удаление артефактов с помощью нейросети. Вот мы и ставим увеличение в два раза. То есть на выходе уже 2К. Нажимаете превью, чтобы увидеть, что получилось. Можно не нажимать, если уверены, что все получилось правильно. Идет процесс. В первый раз он, кстати, может начать докачивать модели и может показаться, что все зависло. Но нет. Нужно просто подождать. И вот. В принципе, тут картинка сносная была. Но даже здесь видно, что делает Tapas. Действительно видно. Причем он не просто добавляет резкость, а именно дорисовывает видео. Ну и собственно все. По большому счету этим можно ограничиться. Нажимаем экспорт. Тут по умолчанию стоит просто экспорт. То есть он сохраняет в той же папке, где и исходник. Но если нажать на стрелочку, то можно выбрать экспорт АС. То есть он будет запрашивать, где сохранять. Тут настройки усиления. Они появятся, когда выберите, насколько нужно увеличить кадр. Хотя усилением можно пользоваться и без увеличения кадра. Можно добавить тут нойз, шум. Это придает большей киношности кадру. Но лучше уж тогда добавлять грейн. Тут есть отдельная закладка, псевдозерно, эмуляция пленки. Хотя я бы посоветовал это делать не здесь, а уже в монтажной программе. И можно увеличить рекавер детейлс, проработку деталей. Но можно и не увеличивать. Я вообще за то, чтобы оставлять все по умолчанию. Вот. Он добавил шум. Ну, кстати, неплохо. Но все-таки уберем. И если говорить непосредственно про этот кадр, то можно добавить сюда Motion Deblow. То есть добавить резкости движущимся объектам. Ресурсы потребляют не сильно, но не всегда в этом есть смысл. А вот. Отключаем. Теперь, что касается экспорта. Условно каждое ваше нажатие на превью, ну, на кнопку превью, это задание. И вы можете каждое задание экспортировать. Вот. Первое, что мы сделали. Увеличили разрешение и рекавер детейлс 20%. Нажимаем экспорт и выгоняем с этими настройками. Вот он, собственно, это пишет. Теперь выбираем это задание, экспортируем. И он выгоняет с настройками, с которыми мы в последний раз нажимали превью. Экспорт можно отменить. Сначала остановить, потом удалить. Да, и здесь, наверное, лучше не хранить кучу хвостов, чтобы не запутаться. Так, что у нас есть еще? Вы можете поменять не только разрешение, но и количество кадров. Я думаю, все, что выше 30, лучше выбирать не здесь, а через интерполяцию кадров. Также отдельная закладка. И еще можно поменять кодек. Если вы делаете для последующего монтажа, то лучше выбирать ProRes. Широкий формат, профессиональный. По умолчанию тут стоит прокси, но если хотите перестраховаться, выбирайте STD или High Quality. А также можно выгнать не весь клип, а какую-то его часть. Выбираете конец кадра, начало кадра, горячие клавиши I и O. И он выгоняет только этот кусок. И, собственно, все. Кстати, кроме видеоформата, тут можно выгнать секвенцию. TIFF это, наверное, слишком жирно. А вот PNG-секвенция вполне рабочая вещь. Считается вроде, что это лучше, чем видео. То есть это просто набор фотографий, которые каждая монтажная программа понимает и преобразует в видео. Но мне кажется, это то же самое, что и широкий кодек типа ProRes. Следующее видео можно добавлять вот этим плюсом. Или просто закидывать. В принципе, тут есть еще две хорошие функции. Стабилизация и интерполяция фреймов. То есть он делает слоу-моушен. Очень хорошо делает, кстати. Но вы, я думаю, разберетесь и сами. Или, если ролик наберет 200 лайков, я сделаю продолжение. Заодно посмотрите на хаотичное движение автомобилей в Париже. Можно сказать, что все не идеально. Ну, как я говорил в видео про Ранвей. Пять лет назад о таком мы вообще-то и мечтать не могли. Все, любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов. И теплица социальных технологий.